И доброго времени суток, дорогие друзья. Ну что, сегодняшний ролик будет посвящен поимке ЛС. Там будет очень много моих слез, как обычно, да, очень много потраченных средств. Но я думаю, что результат, он сильно вас удивит. Поэтому присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить пальчики вверх и погнали смотреть. Старая добрая Линейдж 2. Сколько беззаботных дней мы в ней провели. Но сейчас мы выросли и на игры совсем не хватает времени. Не проблема, ведь есть Линейдж 2 Эссенс. Тебя ждет обновленная графика и интерфейс. Автобой поможет тебе не отвлекаться от важных дел. Большое количество новых умений для всех классов. Сразись за боссов с другими игроками по всему миру. И покажи, кто здесь самый достойный. Начни играть прямо сейчас по ссылке в описании. И получи гарантированные бонусы для комфортного старта в Линейдж 2 Эссенс. Итак, друзья, этот фрагмент посвящен коню. Ну да, но вы видите ЭСБ. Я думаю, сейчас я развею ваши вопросы. Я скинул с коня себе вот такую замечательную вещь. Это билев. Зачем я его скинул? Как вы помните, здесь этот билев был еще давным-давно луком ядра. Плюс седьмым. Благнутым и так далее. В общем, эта вещь должна была стать благими пистолетами Анаким. Но так как я пистолеты заточил, как бы она мне не нужна была уже. Поэтому я скинул на коня этот лук ядра. Сделал из него, соответственно, билев. И билев оставил для коня. Но поймал я в свое время еще первыми ЛСами первого левела сюда мощность физумений 5%. Она не нужна коню абсолютно. То есть она ему дает вообще ноль. Это то же самое, что не было бы ЛСа вообще. Я кричал долго, что ее обменяю. Да, обменяю на такую же благую с мощностью МАК умений. Там или вообще без ЛСа. Там с доплатой. В общем, ноль результатов. И я решился. Тем более сейчас у нас идет акция. Печати вроде есть. Плюс еще ЛСа остались. Я буду перелавливать. Да, ЛС хороший. Да, для любой ППшки это был бы просто идеальный ЛС. Но, к сожалению, вариантов никаких не было. А просто так ее продавать я не хочу. Но я не вижу в этом смысла. Потому что пушка, можно сказать, для меня раритетная. И имеет какую-то стоимость. И вес. Поэтому, как бы там не было сложно на душе и на сердце. Но придется этот ЛС перетыкивать. Поэтому поехали. Не хочется, честно вам скажу. Не хочется. Но надо. Поехали. Ловить дальше. Мощность всех умений 1%. Ну, начало классическое. Классическое начало. Мощность всех умений 1%. 1% Магатака 200. Ну, этот, кстати, ЛС уже даже был лучше, чем то, что был до этого. Так, понятно. Ну, вот, если честно, 4-5% и все. Это было бы идеально. Это просто было бы вот шикарно. Ну, я чувствую то, что, скорее всего, придется опять кучу ЛСов слить. Как это было и с первым левлом. 2%. Понятно. Как это было и с предыдущими ЛСами. Ну, что поделать, ребят. Я же говорю, от того, что я хожу с 5% мощности физумений, ну, вообще никакой разницы нет. Поэтому здесь ЛС я оставшуюся солью. Потому что, ну, 4% все-таки в рапире мне достаточно. А все остальное будем уже ловить там. Ну, мощность всех умений 1%. Магатака 104. Ну, пойдет, пойдет. Как бы все ЛС, которые были здесь, перелопатили. Дальше будем продолжать уже на коне. Ну, что ж, друзья. Мы будем продолжать эпопею с поимкой ЛСа. В пушечку, да. Поэтому давайте печати вроде есть. Единственное, что, конечно, аденки не так много хотелось бы. Но, кстати, да. Надо наборчик забрать. Забыл совсем. Не туда тыкнул, но вроде вспомнил про набор. Это замечательно. Так. Мы заходим с вами в ивент. Заходим сюда. И здесь ищем вот такие вот замечательные вещи. Печати вроде достаточно. Давайте 22 ЛСка возьмем. И поехали их тыкать. Соответственно, у нас другого варианта нет. Как бы надеемся на что-нибудь хорошее. Что-нибудь прям прекрасное. Желательно такое, чтобы в конечном итоге там была где-нибудь циферка 5 в конце. Вот чтобы первая была мощность умений. И там 5%. Это было бы прям вот прекрасно, чудесно и нереально здорово. Но пока ловим самый такой мусор. 2%. Понимаю. Но нам надо больше. Хочется больше. Игра. Но отдай. Отдай. Мы с тобой не любим друг друга. Вот, кстати, 535 магатаки. Вроде здорово, но нет. Хочу мощность умений. Хочу мощность умений. И не уйду без нее. Да, обращался к игре то, что мы не любим друг друга. Но все-таки надо как-то идти на уступки. Как-то вот друг другу что-то показывать. Что-то отдавать. Итак, у нас первая пачка ЛСов подходит к концу. Мы здесь вообще ничего не увидели. Ну, максимум магатаку увидели, конечно, и все. Поэтому заходим дальше и повторяем процедуру. Как бы другого варианта у нас с вами не остается. Хорошо хоть количество печати довольно-таки неплохое. Можно будет с ними что-то в будущем сделать. Но наша основная цель это поймать хорошие ЛСы. Потому что ради этого мы здесь с вами и собрались. Ради ЛСов. Единственное, что да, меня немножко смущает количество Дэны. Что оно все-таки подходит к концу. Маловато. Маловато, видимо, придется прибегать к помощи других персонажей. Но пока едем и пока вообще ничего интересного не видим. Пока все, ну, очень прям печально. Расходы МП какие-то. Какие-то физатаки, силы крита. Какие-то еще и такие значения минимальнейшие. Что вот даже, знаете, вот прицепиться не к чему. Это грустно. Это грустно, но мощность у меня не 1%. Ну, давайте дальше пачечку закупать. Еще 22 возьмем. Если сейчас не зайдет, в следующий раз будем брать уже 33. В надежде на что-то хорошее. Как же я скучаю. Сила крита плюс 100. Как же я скучаю по ЛСам первого левла. Вы не представляете. Просто надо большое количество адены. Подошел к бокалейщику. Скупил сколько тебе надо. И стоишь их натыкиваешь. Ждешь, когда тебе что-нибудь интересное прилетит. Блин, ну знаете, я вам что еще скажу. То, что на СБшке как-то больше интересных эффектов ловилось. Здесь как-то, ну, совсем все печально. Мы видели максимум 2% своей мощности умений. И все. Напоминаю, что для ПВЕ лучше мощность умений ловить. Для ПВП желательно ловить силу крита. 2% еще разок. Ну, мало, мало. 4% я бы согласился бы. Уже ушел бы. И мы бы забыли с этим гномом друг друга. Встретились бы только позже с ним. О, 3%. Ой, ну не знаю. Что-то не хочется. Хочется больше. Я думаю, вам тоже. Давайте сейчас я Денке скину и продолжим с вами все это мероприятие. Итак, Денка у нас пришла. Ну, немного, конечно. Но все, что было, можно сказать. Давайте докупать еще ЛСиков. Я обещал 33. Давайте купим 33. Может быть, это счастливое число. Надеюсь, что не придется покупать 777. Итак, у нас была мощность умений 3%. Мы рискуем и идем дальше. Хочется 4 и выше. Очень хочется 4 и выше. Потому что, ну, 4 и выше, это уже, можно сказать, закрытый слот. И, ну, в будущем можно будет немножко об этом забыть. Тем более, сами понимаете, если бы это было, как был какой-нибудь там пятый билет, я бы, наверное, давным-давно бы еще на 2% бы забил бы на это все мероприятие и все. Но это все-таки 7 билет, благое, в который хочется уже поймать какой-нибудь хороший ЛС и к нему больше не возвращаться. Все-таки одним, ну, опять 3%, да, да, да. Ну, почему не 5, а? Ну, вот 5 бы ты поймал, гном. Ну, и все, разошлись бы. Нет, не хочет. Тогда продолжаем. Он продолжает с меня вытаскивать печати, адену, желание играть в эту замечательную игру. Шучу, конечно, но все же. Все же не хочет ничего выше показывать. Там шанс, конечно, ну, прям совсем печальный. Тем более, я думаю, кто ролики смотрит давно уже, понят, как я ловил первыми ЛСами сюда. Мощность умений, то там тоже все было не так хорошо, как могло бы быть. Расход МП минус 4%. Ну, все, оставляем, тогда Орфин продаем. Естественно. Так, 33 ЛС они дали какого-то профита, поэтому возьмем 27. Не знаю, почему 27. Просто 27. Уже, кстати, около 500 печати ушло на них, если я не ошибаюсь. 2200, по-моему, было. И 4% мы с вами так и не увидели. Это грустно. Это очень грустно. Хотелось бы все-таки на них посмотреть. Ну, давай что-нибудь хорошее, уважаемый гном. Что-нибудь прям такое, чтобы я сказал, ух, и все. Так, 2%, 3%, но нет. Нет. Не верю я в 3% урона отсосок, если честно. Поэтому давай тыкать дальше. Когда-нибудь корейцы меня услышат и все-таки добавят функцию, как на мейн-версии, чтобы ЛС можно было сохранять. И чтобы не надо было их поперетыкивать столько раз. Так, у нас еще одна пачка ЛС подходит к концу. Опять мощности умения мы не видим. Адена исчезает. 2% видим, но 2% мало. 2% очень мало. Так, 1%, 110 силы крита. Вот сила крита так еще подсвечивается, прям как будто это такой уникальнейший ЛС, что прям ух. Итак, идем за очередной пачкой. Берем еще 20... Ну, давайте 25. Теперь, не знаю, рука почему-то потянулась на 25. Значит, 25 надо забирать. Поехали ловить. Опять Адена подходит к концу. Тут вот вроде даже проблема не в печатях, а в Адене. Уж готов слить печати, но вот Адена подводит. 900 тысяч еще этому гному отдавать. Вообще не понимаю за что. Вообще непонятно. По 1% ловим. Ну, это не серьезно. Я понимаю, конечно, что у нас здесь шанс 0-0-6. Но все-таки надо постараться. Надо постараться. Хоть каким-то образом в этот шанс попасть. А то что-то я старания вообще не вижу. Как бы со стороны этого молодого человека. Я вроде отдаю все. А он вот как-то не собирается ничего отдавать. Как-то вот не хочет. 1% опять, а? Ой. Да. Когда я всегда выпускаю ролики с ловлей ЛСов, мне люди в комментариях пишут то, что ЛС это зло. Я с вами полностью согласен. Потому что, ну, так оно и есть. По-другому это, ну, никак нельзя назвать. Как и с Бениром. Я думаю, что человек, который придумал, в принципе, вообще эту ловлю ЛСов, он получил огромную премию. И сейчас живет где-нибудь на Мальдивах. Радуется жизни. Кайфует. Получает огромнейшие дивиденды. Так, ладно. Не нравится мне уже здесь ловить. Полетели к гномам, а? Может быть у гномов что-нибудь произойдет более-менее интересное. Ой, не знаю. Когда-то здесь из 7 ЛС я поймал в Кабрио. Еще на Овере. 5% мощности умений. Может быть и здесь так удаться сделать, а? Повторить, так скажем, подвиг. Как мы повторили подвиг комикса, когда открывали коробочки в количестве 777. Ну, посмотрим. Пока ловим, пока все тухло, тихо и печально. Вот опять фиолетовый он светится из-за силы крита. Ну, какой это фиолетовый? Это не тот фиолетовый, который хотелось бы увидеть. 17 ЛСов остается. 25 миллионов АД. Опять придется сейчас идти в закрома. Шурудить их. 3% опять. Ну, почему 3? Ну, дай ты 5. Мы же разойдемся. Уже, наверное, многие скажут, да ты бы уже 3 оставил бы и забил. Ну, не хочу, понимаете? Ну, не хочется мне. Хочется мне больше. Вот хочется больше. Вот не могу я остановиться на этом. Уж хочется на этот вопрос забить. Забыть. И идти дальше. Но пока не получается, я смотрю. Опять 1%. И опять печально. Ладно, сейчас будем искать АДЭНу дальше. Ну, в общем, пришлось пожертвовать еще целой коробочкой для того, чтобы мы с вами продолжили все это интереснейшее мероприятие. Заходим еще, покупаем ЛС и печать также, к сожалению, идут вниз на убыль. Их уже остается 1400. А мы с вами продолжаем надеяться на лучшее. Уже я пришел в свое старое место, где я влюбил что-либо точить. Да, и люблю до сих пор. Не буду спорить. И в надежде на то, что здесь что-нибудь получится поймать другое. Но согласитесь, у вас же тоже есть такая вот вещь, что вы думаете, что все зависит в этой игре от места. Не от рандома, а именно от места. И там, где вы ловите эти ЛСы или там что-то точите, у вас есть какая-то привязка вот в плане географического какого-то местонахождения в этой игре. Я думаю, что есть. И вот как бы я тоже пришел сюда в надежде на что-то хорошее. Но пока ничего хорошего здесь я не увидел. Ну, 1% увидел, да. Скорость таки 150, сила игре таки 150. Понимаю. Понимаю. Тут уже, понимаете, даже печати жалко становится. Но огромное количество их сливается. Уже слилось сколько? Ну, 1000 печати ушла, кстати. Вот та вот самая халявная, которая упала с лутки, не говоря уже про количество адены. Но ничего с этим не поделать. Приходится ловить. Приходится тыкаться в этот самый шанс. Дед там что-то стучит по своей наковальне. Что-то пытается выстучать. Но как-то у него печально все это получается. Вот поймал бы он мне какой-нибудь, там, не знаю, 5% мощности умений плюс силу крита. Или 5% мощности умений плюс 5% урона отсосок. Но я думаю, то что... И я и вы понимаем, что для того, чтобы поймать этот ЛС, это... Ну, я не знаю, что надо сделать вообще. Это надо слить не несколько тысяч печатей. Опять 3% урона отсосок. Понимаю. Понимаю. Сложно поймать, оказывается, этот такой ЛС. Сколько бы я их не ловил, на какие бы пухи я их не ловил. Но это все равно прям, ну, максимально печально. Это прям максимально грустно. Магатаку вот 200. Пока вот самый такой топовый эффект, это было 535 магатаки. Все, все остальное как-то оно в молоко идет. Итак, последний ЛС опять. Силы критаки всех умений. Понятно. Так, ну, не знаю, давайте 44 возьмем. Я уж не знаю, ставки повышаются, как бы полетели обратно, наверное, в Годдард. Уж не хочется мне здесь сидеть. Я думаю, что еще, наверное, вот эта вот пачка 44, если ничего не ловим, я просто буду все это сидеть, тыкать так. Наверное, без голоса уже. Да, наверное, давайте с этого и начнем. Что я сейчас возьму, баф торта. И вместо голоса подставлю музычку. Потому что, если честно, я уже устал вот это вот все озвучивать. Я думаю, вы также все равно устали все это дело терпеть. Поэтому следующая пачка ЛСов будет просто без моего голоса. Поехали! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...